Устный экзамен по иностранному языку у выпускников самый последний в расписании. Поэтому ребята уже практически не волнуются перед сдачей. Я готовилась к английскому достаточно долгое время, потому что просто люблю этот язык, люблю его учить. Но готовилась, наверное, очень усердно, два года. Очень, правда, люблю и говорить, и английский язык в принципе. Пожелать удачи школьникам пришел заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Да не на русском, как все привыкли, а на английском. Уверен, что сегодня экзамен пройдет хорошо. Уверен, что балл, который заработают наши выпускники, будет достаточно высокий. Ну и дальше, конечно, им предстоит непростой выбор в плане того, куда они собираются поступать, но еще более непростой в плане того, кем они станут. Сам экзамен проходит с соблюдением всех эпидемиологических мер. Перед входом в ППЭ ребятам измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Около каждого класса стоят санитайзеры. Обозначили места для того, чтобы дети видели, где стоять, границы, чтобы было расстояние между ними. По-особому совершенно построили место для детей в кабинетах. Зигзагообразные такие, чтобы 9 человек, вот эти полтора метра везде были. Продолжительность экзамена по устному и иностранному языку 15 минут. Результаты можно будет узнать не позднее 2 августа. Дарья Смодурова, Александр Еловиков. Время новостей.